МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. Земельный беспредел. В Махачкале выявили факты очередного незаконного строительства по поддельным документам. Вина доказана, приговор вынесен. Экс-чиновники правительства Дагестана получили реальные сроки. Мастер-класс от звезды. Легенда российского Муай-Тай. Арслан Магомедов встретился с юными тай-факсами. Лефортовский районный суд Москвы. Сегодня приговорил бывшего председателя правительства Дагестана Абдусама Дагомидова и его заместителя Раюдина Юсуфова к 6,5 и 5,5 годам заключения, соответственно, сообщает РИА Новости. Экс-чиновникам вынесли обвинительный приговор по делу о растрате более 41 миллиона рублей. Суд обязал возместить причиненным бюджету ущерб. Установлено, что Гамидов и Юсуфов присвоили деньги, выделенные на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале. Данный эпизод был выделен из уголовного дела, фигурантами по которому являются еще ряд высокопоставленных лиц республики. В Махачкале приостановили очередное незаконное строительство. По информации городской прокуратуры, в столице республики десятки объектов, которые строятся без необходимых документов, а зачастую у многих застройщиков поддельные постановления о выделении земли. Только в этом году собственность муниципалитета вернули порядка 25 таких участков. Хамзанур Магомедов. Продолжение темы. Столичный микрорайон – кислородная станция. Площадь 450 квадратных метров. Уже поднят первый этаж, а планировали все девять. Все бы ничего, но документы у хозяина участка, как выяснилось, поддельные. Соседи пожаловались, прокуратура отреагировала. Прокуратура города с целью возврата из незаконного чужого владения земельных участков, принадлежащих муниципалитету, и сноса незаконно возводимого объекта в Ленинский районный суд направлено исковое заявление. Помимо этого, за поддельные бумаги и незаконные присвоения земельного участка возбуждено уголовное дело. В управлении архитектурно-строительного надзора нам рассказали, что документы были выданы еще в 2014 году. Однако после прокуратурской проверки выяснилось, что документы незаконны. Застройщику данные рекомендации остановят все строительные работы до выяснения всех обстоятельств. Подобные нарушения прокуратура выявила еще в двух местах. Поддельные документы были оформлены на участок в районе Восточного рынка и на улице Гагарина. О фактах земельного беспредела сообщили в письменном виде и главе города. За текущий год порядка около 25 участков изъятие в муниципальную собственность решениями судов. Есть, которые после того, как выявили граждане, самостоятельно отказываются тоже. Такие участки – это уже помощь нашей правоохранительной системе. Каким будет решение суда, покажет время. Но работа по выявлению незаконных участков продолжится. Активная гражданская позиция по словам сотрудников прокуратуры должна в этом деле помочь. Хамза Нурмагмитов, Мусас Алгиреев, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Пограничники ФСБ России на границе с Азербайджаном задержали пассажирский автобус с 11 миллионами рублей контрабандных денег. Об этом сообщают сразу несколько республиканских СМИ. Задержание было проведено в пункте пропуска Ярак-Казмоляр. Купюры были спрятаны в разных отсеках. В итоге деньги, направленные на экспертизу, автобус отогнали на штрафстоянку, а подозреваемый дает показания. Спасли от суицида. Жительница Махачкалы по неизвестным пока причинам хотела совершить самоубийство, спрыгнув с крыши 11-этажного дома. Участковый успел оттащить ее от края крыши. Очевидцем ситуации стал рабочий Гамзат Гамзатов, работавший в это время на объекте. Здесь проходила девушка в красной куртке и зашла в этот подъезд. Дальше я продолжил свои работы и в один момент услышал шум. Поворачиваю, смотрю, здесь лежит телефон на пополам разбитый. Поднимаю голову, смотрю, она находилась на краю дома. Я начал ее уговаривать, чтобы она не прыгала. В течение нескольких минут выходит мужчина с этого подъезда, с женой. И я его попросил позвать участкового с ближайшего отдела. Вскоре на место прибыл участковый. Он и поднялся на крышу и оттащил 22-летнюю девушку от края. О причинах, которые толкнули Махачкалинку на такой поступок, не сообщается. Забравшись на крышу, я увидел, что данная девушка сидела здесь. Я подошел, оплатил ее сзади и оттащил назад. После чего она хотела вырваться. Но я удержал, и к тому времени подошел житель данного дома и помог мне ее спустить. В последующем доставить в скрупную полицию. После чего была вызвана скорая помощь. Северный Кавказ лидирует по уровню безработицы в стране. Данные приводит Росстат. При этом уровень безработицы в Дагестане составляет 11,7% от общей численности населения. Наша республика четвертая в списке после Ингушетии, Чечни и Северной Осетии. Период исследования охватил летние месяцы 2019 года. При этом крайне низкая безработица, что неудивительно в Москве и Санкт-Петербурге. Зато в Дагестане один из самых низких тарифов за газ в стране. Такие данные приводит агентство РИА Рейтинг. Его аналитики посчитали доступность голубого топлива для жителей 85 регионов России. Меньше всего за газ платят жители Чечни. Там тариф составляет 4 рубля 66 копеек за кубометр. В республике этот показатель 5 рублей 38 копеек. Самый дорогой же газ в Карачаево-Черкесии. Один кубометр топлива там обходится почти в 7 рублей. В России ежегодно в последнее воскресенье октября отмечается День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Так, в Министерстве транспорта Дагестана прошло торжественное собрание по этому поводу. Глава ведомства отметил, что за текущий год автомобильным и городским электрическим транспортом республики перевезено 189 миллионов человек. Я вам желаю крепкого здоровья, бодрости, духа, значит, не сдаваться. И самое главное, вам без обороны работы, чтобы вы качественно и безопасно обслуживали наших граждан, наших родственников, мы своих родственников возим. Поэтому я хотел бы всей души выразить вам огромное спасибо. Общая сеть внутриреспубликанских регулярных перевозок составляет 707 единиц, в том числе 5 троллейбусных маршрутов. И о спорте. В Дагестанском государственном центре боевых искусств с юными тайбоксерами встретился трехкратный чемпион мира среди профессионалов и легенда российского муайтай Арслан Магомедов. Все подробности в сюжете моего коллеги Камиля Девятого. Смотрим вперед, смотрим, заставляем. Колоссальный опыт и мастерство легендарного спортсмена никуда не делось. Арслан после завершения спортивной карьеры основал свой собственный боксерский клуб в Австралии, где он сейчас живет и тренирует. В Дагестан спортсмен приехал повидать родителей и не мог не зайти к юным тайбоксерам. Ведь ему есть что рассказать о боях и громких победах. Когда вы сюда приходите, всем сознанием вы должны здесь быть. Когда вы делаете бой с тени, перед вами должен быть ваш соперник. Понимаете, вы не можете просто с пустой головой так делать бой с тени. Вот так только чемпионами становитесь. Я вам говорю, ту школу, которая прошел сам своим опытом. Где-то упал, где-то кого-то сам уронил, сам научился. Трехкратный чемпион мира показал много тонкостей, на которые мало кто акцентирует внимание. Но они могут решить судьбу поединка. Не смотрите, мы не просто ударили из окружающего, все блокировали, все, я в порядке, у меня хорошо. Он ничего не смог здесь сделать. У нас сейчас другая задача. У нас задача, он ударит, я зашел и я не проблему создаю здесь. Иду вперед. Я не могу и я не умею. Это то, что боец должен преодолеть, выбросить из своей головы. И тогда юные спортсмены придут к большим победам, утверждает Арслан Магомедов. Самый главный дух, самый главный фокус и дисциплина тренировки. А комбинации, это все приходящее и уходящее. Это не важно, я думаю. Важно, как твой подход к тренировке, к тренировочному процессу. Вот это очень важно. В тренировочном процессе ребята учатся и могут допускать ошибки. Титулованный гость с каждым успел поработать индивидуально и помог исправить упущение. Вы все стоите и принимаете просто вот так. Это очень опасно. Вы там вот поедете с тайцами драться, они ваши ребра просто соберут. Когда приезжают такие, как Арслан Магомедов, Камеран Набатти, и такие спортсмены именитые, конечно, это стимул, это приятно, это дух. Они поднимают дух и у них желание, конечно, появляется. Аслан Магомедов пожелал ребятам побед как в ринге, так и за его пределами. И пообещал встретиться с ними через год. Камиль Девятов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Адагестанский легкодет Муса Таймазов выступит на чемпионате мира среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования пройдут в Дубае с 7 по 14 ноября. В составе сборной России воспитанник тренера Альберта Рзаева будет участвовать в дисциплине метания клаба. На чемпионате мира в турнире среди гонок на колясках примет участие еще один дагестанец Арсен Курбанов. В заявку российской сборной он вошел от Москвы. Таковы новости на сегодня. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова